Спасатель МЧС Дмитрий Ганихин – марафонец со стажем. Пробежка для него – стиль жизни. Бежит при любой погоде и в любой спортивной форме. На этот старт вышел с травмой ноги, но, как говорится, охота пуще неволе. Преодолеть свои слабости и финишировать – вот главная мотивация на соревнованиях. Для себя, чтобы себе доказать, 21 километр – это не маленькая дистанция, а также я участник московского марафона 42 километра, еще более не маленькая дистанция и, соответственно, ставлю перед собой цель. Для любителей физкультуры в День России Федерация Легкой Атлетики устроила спортивный праздник. На Волжском проспекте прошел фестиваль «Королева спорта». Выйти на старт мог любой желающий. Бежали от мала до велика – любители и профессионалы. Дистанция 3-10 километров и полумарафон каждый выбирал по силам. Правильное отношение к здоровому образу жизни показали и сотрудники городской и районных администраций. Свои три километра достойно пробежал руководитель департамента спорта Дмитрий Чеканов. Я, в принципе, всегда занимаюсь спортом. Я спорт очень люблю. Я не прекращаю им заниматься. Поэтому, неважно, забег это футбол, баскетбол или еще какая-то дисциплина, я всегда к этому готов. Так же, как и все наши ребята, которые втягиваются в наш спорта-киаду. Наши жители любят спорт и все чаще начинают им заниматься. Все больше людей начинают бегать, все больше детей начинают играть в футбол. И это говорит о том, что Самара на самом деле спортивная столица. Легкоатлетический фестиваль королевы спорта прошел в пятый раз. В этом году на старт вышло около двух тысяч любителей бега. Чтобы участников было еще больше, организаторы впервые провели костюмированный забег. Победителей и призеров здесь тоже определили. Главными были не минуты и секунды, а творческий подход. Так оригинально королева спорта отметила День России и открыла летний легкоатлетический сезон в Самаре. Для любителей бега в городе планируется проводить несколько соревнований в месяц. Самые яркие – это Самарский марафон и чемпионат области. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.